С любовью к Отечеству так назвали свою экспозицию, пронизанную теплотой и нежностью к малой родине, березовские художники. В этих работах нет модернистских изысков и философских подтекстов сюрреализма. В каждой картине простое и понятное видение своей родной земли и людей, живущих на ней. С одной только особенностью – это взгляд творческого человека, мастера. Такого, например, как уроженец березовских ревятичей Сергей Казак. Его пейзажи и исторические портреты – результат созидательного тандема с музой творчества. Муза прилетает каждый раз, а потом худенько утекает и начинает нечто так сёрбать своей лыжкой. Музы бывают, нормально, и отрываются нормально, но ныненькие такие особо лёгкие, что они прилетают и оставляют мастака разом с чистым полотном. И треба мучиться или не мучиться, чтобы заробить твой. 130 работ, 12 талантливых мастеров холста и кисти. Каждая картина – маленький мир, природа березовского края, её жителей, кусочки жизни давно ушедшей эпохи. Выставка – своего рода виртуальное путешествие на березовщину в разные периоды времени. И кто, как не березовские художники, лучше других способны перенести нас в эту атмосферу. Березовщина – это не только экономически развитый район, это район богат на таланты, богат на художника, на писателей. Наша задача была представить березовщину, представить с нами всеми любимый город, район, так, чтобы были узнаваемые улицы, так, чтобы были узнаваемые дома и здания, а также представлены работы старой березы. Выставку старых мастеров гармонично дополнили 28 ярких работ молодого поколения. Своё творчество представили художники детской школы искусств «Береза и Белозёрска» – детско-юношеского спортивно-эстетического центра. А экспонаты Березовского районного дома «Ремёсел» и историко-кровеческого музея придали вернисажу народные нотки. Ирина Альшова, Андрей Щербат, Луковкин, телекомпания БОК-ТВ.